Российский государственный архив кинофотодокументов является особо ценным объектом культурного наследия. И здесь особые требования к пожарной безопасности. На территории ежедневно несут вахту два инженера по профилактике. Сотрудники регулярно отрабатывают действия при возникновении ЧП, а само здание закреплено за пожарной частью, которая расположена неподалеку. Звук сирены не создал паники. Как действовать при пожаре здесь знает каждый. Главное реагировать нужно незамедлительно. У нас есть дежурный противопожарного поста, у которого есть тревожная кнопка, которая нажимает в случае возникновения пожара. То есть если дежурному поступил сигнал от кого-либо из сотрудников или посетителей, что где-то видит возгорание, значит наш дедежурный нажимает кнопку и автоматически происходит вызов. Затем он дублирует это в ЕДДС района обязательно, то есть для того, чтобы предупредить отдел ГОИЧС городского округа Красногорск. Персонал и немногочисленные посетители архива покинули здание. А уже через 4 минуты после сообщения о чрезвычайном происшествии на территории появились первые машины. Одна из них с оперативной группой. Задача расчета – оценить обстановку и выяснить, как проходит эвакуация персонала. По легенде учений, пожар возник в фотохранилище на втором этаже. Данное помещение как раз является очень пожароопасным. Там пожарная грузка достаточно большая, плюс стеллажи для хранения материалов выполнены из дерева. То есть представляют собой угрозу. Как это часто бывает, пожарным необходимо не только справиться с огнем, но в максимально короткие сроки вызволить человека из горящего здания. Путь для сотрудника архива, которого сыграла представительница МЧС, прегражден огнем. Единственный выход – окно. Задачи спасатели справляются при помощи лестницы. Человек спасен. А в это время на территории учреждения уже развернут оперативный штаб, где координируются все действия спасательной операции, в которой приняли участие более 8 единиц техники – 134, 4 и 310 пожарно-спасательных частей. Конечно же, ошибки в данном случае у нас были. Мы их будем отрабатывать, чтобы в следующий раз у нас подобных вещей не было. В целом оцениваю данное учение на 4 балла. То есть оценка очень неплохая. В случае реального пожара при такой обстановке локализовать мы сможем успешно данный пожар.